Международный день объятий 21 января ознаменованы еще одним не менее важным событием. Сегодня в нашем городе стартует 4-й театральный конкурс профессиональных и любительских театров закрытых городов. Дорогие друзья, приходите и смотрите любимые спектакли. В 13.30 детский музыкальный театр «Зазеркалье» приглашает вас в детскую школу искусств на спектакль «Рарака». А в 6 часов вечера в Тюзи сыграют даму из города Эс. Кстати, спектакль будет благотворительный. А пока вы решаете, куда пойти, займемся зарядкой. Доброе утро, дорогие зареченцы! С вами снова спортивный клуб «Манго» и я, Сансон Ван Глина. И сегодня мы с вами проведем зарядку в стиле зумбы. Занимаем исходную позицию. Марш! Делаем вдох. Выдох. И еще разочек вдох. Выдох. Теперь поочередно выставляем ногу вперед на пятку. Разворот. Еще раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Стараемся чуть быстрее. Раз. Два. Еще раз. Немножко с прискоком. Хоп. Хоп. Чуть-чуть с прискоком. Раз. Два. Три. Четыре. И последний. Раз. Два. Три. Четыре. Делаем вдох. Марш. Выдох. Обыкновенный степовый шаг. Левый. Правый. Два. Назад. Раз. Два. Три. Назад. Раз. Два. Три. Назад. Раз. Два. Три. Добавляем хлопок. Раз. Два. Три. Хлопок. Раз. Два. Три. Хлопок. Раз. Два. Три. Хлопок. Раз. Два. Три. Добавляем ручки вверх. И раз. Два. Три. Наверх. Раз. Два. Наверх. Раз, два, три. Наверх. Вдох. Марш. Выдох. Еще один. Вдох. Выдох. Немножко статики. Остановимся. Стопы стоят прямо. Чуть присели. Руки работают. Начинаем с левой. Левая рука ладошкой вверх. Правая ладошка вниз. Поменяем. Два, четыре, четыре. Еще раз. Раз, два, три, четыре. Чуть быстрее. И оп. Хоп. Раз. Дышать. Не забываем улыбаться. Тоже хорошее настроение. Это залог удачного дня. Раз, раз, раз. Отлично. Вдох. И выдох. Марш. Добавим еще немножко динамики. С левой ноги в левую сторону делаем поворот. Раз, два, три. Хлопок. Раз, два, три. Хлопок. Широко сильно делать не надо. Практически на месте, но динамики добавляем. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Марш. Вдох. Выдох. Еще один вдох. И теперь делаем маленькую комбинацию всех упражнений, которые мы с вами выучили. Начинали мы с пятки. Напоминаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Степовый шаг. Раз, два, три. Хлопок наверх. Раз, два, три. Наверх. Ручки. Два, три, четыре. Быстрей. 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 Поворот влево. Два, три. Хлопок вправо. И еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И последний раз с самого начала. Повторяем с пяточки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Степовые. Раз, два, три. Хлопок. Раз, два, три. Руки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Чуть быстрее. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Влево поворот. Раз, два, три. Хлопок. 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 И глубокий удар. С вами был спортивный клуб «Манго». Я Самсон Вангелина. Я вам желаю отличного дня. До завтра. А после зарядки и просыпаешься, и настроение появляется, и даже иногда нападает ропотун. Настроение, бодрость – это все хорошо. Но хочется иногда в будний день устроить себе праздник. А как – не знаю. Ну, тогда тебе подскажут наши участники конкурса новогодних салатов. А вы, дорогие телезрители, не забывайте, что у нас на сайте идет голосование за лучший рецепт. Открыто оно будет до конца недели. А теперь подскажем Сергею, как создать праздничное настроение в обычный день. Новый год прошел, а праздника все равно хочется. Может быть, если приготовить салат, то настроение вновь окрасится яркими красками? Сегодня представляем вам по-настоящему новогодний салатик под названием «Елочка». Для его приготовления вам понадобятся Банка консервированного горошка, 4 яйца, 300 граммов отварной говядины, 2 морковки, 4 картофелины, 3 соленых огурца, соль, майонез, пучок зеленого лука и консервированная кукуруза. Итак, приступим к приготовлению. Яйца, морковь, картофель отварить до готовности, очистить и нарезать кубиками среднего размера. Говядину порезать кубиками чуть большего размера. Огурцы соломкой. Далее перемешайте заготовленные продукты и заправьте майонезом. Затем всю смесь выложите на большое плоское блюдо в форме елочки и сверху хорошенько смажьте майонезом. Для того, чтобы елочка приобрела свой традиционный зеленый цвет, нашинкуйте лук и посыпьте им готовую форму. Кукурузными зернышками и горошком выложите на зеленой красавице гирлянды. Салат готов. Теперь новогоднее настроение еще чуть-чуть задержится в вашем доме. Приятного аппетита! Новогодний салат – это, конечно, здорово. Вот только такой способ создавать себе праздничное настроение чреват лишними килограммами. А ты больше двигайся. Вот как наша Маргарита Кадацкая. Она, между прочим, фламенко освоила. Фламенко – очень молодое искусство, история которого насчитывает не более двух веков. С тех пор, как во фламенко стала использоваться гитара, оно находится в постоянном развитии. Фламенко – традиционный музыкальный танцевальный стиль, происходящий из Испании. Стиль представлен несколькими десятками разновидностей. Танцы и песни фламенко, как правило, сопровождаются гитарой и иногда кастаньетами. А танцевальных коллективов, исполняющих эти танцы, великое множество. Есть танцовщицы фламенко и у нас в Заречном. С ними и познакомилась Маргарита Кадацкая. Рубрика «Тэнс Класс» прямо сейчас. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Смелость, какое-то упорство, я не знаю, яркость. Участница коллектива «Лас Розас» утверждает, что именно эти три качества необходимы всем желающим обучиться прекрасному танцу фламенко. Яркость понятна, фламенко – испанский танец, и его непременные атрибуты – разноцветные юбки, броски и серьги, великолепные веера – должны передавать всю экспрессию этого страстного танцевального направления. И с неба вся эта девчачья красота не падает. Костюмами «Лас Розас» занимается одна из солисток в обычной, неиспанской жизни – профессиональная партниха Юлия Сухарникова. Мы как бы вместе это все обсуждаем. Я предлагаю, что-то девочкам нравится, не нравится, свои-то дополнения какие-то вносит, все-то по материалам решается. Ну, конечно, мы смотрим, в чем танцуют остальные, какие-то ткани подбираем, по цветам решаем, в зависимости от настроения танца, от настроения девочек. А настроение у девчонок, ну, как у всех настоящих женщин, меняется каждую минуту. Упорство в отстаивании своего мнения здесь нужно проявить недюжинное. Иногда градус в репетиционной комнате просто зашкаливает. Мы такие все очень своеобразные, такие все характерные, то есть такие простые мягкие люди фламенко не танцуют. Медлы в уголочках стоят, времени своего ждут. Но как-то вот, ну, тянет все равно друг друга, то есть мы все равно сюда приходим, мы ругаемся, у нас иногда там дым коромыслом, так что вот до невозможности. Но все равно тянет, все равно хочется общаться, все равно у нас какие-то определенные, достаточно крепкие такие взаимоотношения. По крайней мере, никто не уходит, все ходят, и у кого даже не возникает мысли, что это надо там бросить и не ходить. А в танце все разногласия словно по волшебству исчезают. Возникает особая атмосфера, которую сами девушки считают почти колдовской. Музыка. А что там в музыке такого? От нее мурашки. Да, от нее мурашки реально. Просто даже иногда в медитацию впадаешь, когда мы все вместе дробим, это похоже даже на шабаш. Но такое состояние, энергетика совпадает, и вот... Духовное единение девушек – это, конечно, заслуга руководителя коллектива Юлии Ланковой. Хореограф признается, что ей очень повезло с подопечными. Уже на самой первой тренировке молодой преподаватель поняла, что работать в коллективе ей будет легко. Вот такое чувство счастья, наверное, я испытывала, ну, может быть, два-три раза в своей жизни. Ну, вот оно-то было. Вот. Второе ощущение счастья у меня было, когда мы исполнили на новогоднем концерте наш первый танец. Вот. Ну, наверное, все девочки тоже, наверное, долго не могли уснуть. Такая эйфория. Не исполнилась мечта. Вот. Мы были красивые, на нас смотрели, нам хлопали, нам аплодировали. Вот. Ну, а дальше мы решили просто расти. Все выше и выше. Завоевать весь мир своим искусством ни много ни мало. Но для начала неплохо бы Родину покорить. Подумали солистки Лас Розас и решили принять участие в конкурсе «Танцевальный перекресток Росатома-2013». И неожиданно для себя победили. Самое главное, это не то, что вот у нас первое место. Мы были рады любому. Может быть, даже вообще без места были бы рады. Мы пришли туда просто поучаствовать. Но мы знали, что в жюри чечеточник сидит. Даже не так. Когда мы просили ждать нам сцену, что нас не слышно будет на линоле, просили дать нам сцену. Потому что у нас дроби. А нам судья главный говорит, может быть, не надо на сцену. В жюри есть степист. Может быть, вам не надо на сцену. Может быть, на линоле. Профи. Профи. Но мы так были уверены в своих садах. Ну, хоть старание оценит. Порадуем мы ему. И он к нам как раз перед награждением подошел. А он показывает вот так. Вот так показывает нам. А я же так смотрю, как он показывает. Мне. Естесный, да. Заслуженный артист России, преподаватель Гейтиса, то есть товарищ такой. Владимир Кирсанов. Он вот так вот идет, вот так вот два пальца нам показывает. Ну, все. Не надо губка. Выдох. Валяшки. Конечно, девушки планируют и дальше покорять иноземными танцами избалованную российскую публику. Но если быть честными, гораздо больше им хочется, чтобы в коллективе наконец появился солист. Мы бы были не против мужчин в нашем коллективе, потому что фламенко изначально мужской. Танец. Это у нас только в Пенской области, почему только женщины танцуют. Мы бы были в принципе не против, но что-то вот желающих нет. Ну, как бы это. Мы бы при мужчине, может быть, себя гораздо приличнее вели бы. А мне кажется, солистки Лас Розес наоборот. Заразили бы представителей сильного пола своей страстью к танцам и желанием разбавить серые российские будни яркими испанскими красками. Какой мужчина может остаться равнодушным, глядя на такую красоту? Заразили бы представителей сильного пола своей страстью к танцам и желанием разбавить серые российские будни яркими испанскими красками. Эх, красивый этот танец фламенко. Кстати, считается, что основоположниками этого танца являются испанские цыгане. Знаешь, к чему я это? Нет. Ну, цыгане, гадания. Ну, гороскоп у нас на очереди. У Овнов совершенно неподходящий день для личного бизнеса. Так что, если вам придется заниматься именно им, постарайтесь отложить все сколько-нибудь важные решения на потом. Телец. Ваши усилия не останутся незамеченными, но большого успеха не принесут. Пусть ваши дела говорят сами за себя, вам же лучше помолчать. Копите красноречие для будущего. Близнецы. Велика вероятность встретить знакомых в самых неожиданных местах. Это может повлечь разнообразные, в том числе и не совсем желательные для вас последствия. Рак. Вы будете видеть и слышать только то, что хотели бы. Это, конечно, здорово, но к вечеру лучше вернуться в реальный мир. Постарайтесь избегать споров и конфликтов. Лев. В данный момент звезды не слишком благоволят вам. И сие безобразие будет продолжаться до того момента, пока луна, чье капризное влияние так портит вам жизнь, не изменит своего положения. Дева. Идти на какой-либо риск, даже минимальный, для вас совершенно непозволительно. Переходите дорогу в положенном месте, не дразните собак и не пытайтесь остановить коня на скаку. Весы. Вы будете чувствовать себя непринужденно в любой компании. День будет удачен для разного рода переговоров. Что бы вы ни делали, можете надеяться на лояльность со стороны окружающих. Скорпион. Позвольте себе побыть щедрым. Совсем небольшие затраты сегодня могут принести вам большую пользу в обозримом будущем. Или в необозримом. Стрелец. Ваше ноздрище кочет запах запретного плода. Вы все равно его сорвете, только надо ли спешить. Постарайтесь не сбиться с пути истинного. Возвратиться обратно сложнее, чем вы думаете. Козирог. Сегодня вы, возможно, попадете в ситуацию, когда лучшим выходом будет отступление. Упрямством ничего добиться не удастся. Будьте мудры и терпеливы. Водолей. Остерегайтесь служебных романов. Очень вредны для здоровья. Если же совет запоздал, попробуйте, по крайней мере, постараться сохранить его в относительном секрете. Рыбы. День потребует от вас перемен. Мнение, например, вообще поищите альтернативу всему, что вас не совсем устраивает. Уж чего-чего, а этого всегда достаточно. Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. Продолжается крещенская неделя. Крещение – это великий праздник христианской церкви. И, как правило, на крещении всегда морозы. А давай спросим у нашего народного метеоролога Алены Мыльниковой, какая погода ждет нас сегодня. Доброе утро. Сегодня 21 января. По прогнозам синоптиков, в Заречин продолжаются крещенские морозы. В городе ожидается облачная погода. Временами возможен снег. Атмосферное давление – 748 мм ртутного столба. Ветер восточный – 4,6 м в секунду. Температура воздуха днем – 17-18 градусов мороза. Ночью похолодает до 21-23 градусов ниже нуля. Доброго вам утра. И крепитесь, люди, скоро лето. Дорогие друзья, если вы хотите попробовать себя в роли ведущего народного прогноза погоды, приходите к нам в телерадиокомпанию «Заречный». Или звоните по телефону 60 85 42. Ждем. Когда у твоих близких беда, за чужие проблемы ты переживаешь, как за свои. Хочется сказать «держись» и хочется помочь, чем можешь. Приди 25 января. Помоги спасти человека. Программа «Страна Росатом». Новости атомной отрасли, концерна «Росэнергоатом» и пристанционных городов. В эфире каждую среду в 20 часов. Лечение и диагностика, нарушение ритма сердца, сердечной недостаточности, ишемии сердца. Холтеровское мониторирование и ЭКГ. Медицинская клиника здоровья. Телефон 65 26 40. Очень часто в жизни случается, что в Юсте мечты сбываются. Мир мечты. В Юсте ты. Быть ли в Заречном храму, зависит от каждого из нас. Поддержите доброе начинание. Внесите посильную лепту в возведение храма Рождества Христова. По жертваме можно опустить в жертвенные кружки или перечислить средства на расчетный счет. Построим храм всем миром. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Напоминаю, что сегодня, 21 января, во всем мире отмечается День объятий. Кстати, врачи выяснили, что человеку для хорошего настроения требуется 7-8 объятий в день. Сережа, давай обнимемся! Не-не-не, только не надо вторгаться в мое личное пространство. И вообще, все не так однозначно с этими вашими объятиями. Мне, между прочим, специалист все подробно разъяснил. Мы воспринимаем мир и перерабатываем информацию через три ведущих анализатора. Зрительный, слуховой и тактильный. Ну, у них это называется визуальный, то есть глаза, аудиальный, это уши, и киноэстетика через тело, через ощущения. Все работают, конечно, анализаторы, каналы у нас работают все, но как-то вот мы, люди, распределяемся на несколько групп, но на три. И когда все-таки ведущий является какой-то один канал. Киноэстетики, они воспринимают информацию только, ну, не только, да, но им очень важно через тело. Они любят комфорт. Кто-то говорит, вот скажет, я так люблю, когда у меня кто-то с головой что-то делает с волосами. Киноэстетик, который выберет удобную обувь, а не красивую. Так вот, если человек-киноэстетик, ему и девять обниманий будет мало. А вот, например, визуальщики и аудиальщики, они не испытывают в этом потребности. Более того, там даже можно понять, на каком расстоянии идет контакт, вот граница, да, не надо ко мне близко подходить, говорит человек. Как его обнимешь? То есть будьте внимательны с тем, с кем общаетесь. Я думаю, неоднозначный ответ. Наверное, да, кому-то нужно девять и больше, кому-то совсем не нужно. Вот так. Так, сначала все-таки стоит выяснить, хочет ли человек с тобой обниматься или нет. А то весь праздник себе испортишь. Кстати, еще о празднике. Считается, что инициаторы праздника – студенты. Именно в этот день парни и девушки заключали в своей объятии друг друга просто так. Считается, что во время дружеского объятия люди обмениваются душевным теплом. Может, спросим у наших маленьких мудрецов, вдруг что-нибудь новое узнаем об этом празднике. Это когда обниматься. А кто с кем может обниматься? С другом может. С мамой. С папой. Со всех обнимать, что ли? С мамой и с папой. Ну и под ушек, конечно. Ну а где тебе, что можно делать? Постелить. Обнять друзей. Маму, папу. Дедушку, бабушку. Своих близких. Да, и братика, и сестренку. У всех, кто у тебя есть. Или дворных братьев. И сестренку. Можно младшей. Напоминаю всем зрителям, что сегодня у нас в Заречном начинается четвертый конкурс профессиональных и любительских театров городов ЗАТО. На нашем канале в 20.30 начнется программа участковой. И... И... Сереж, ну помогай. И сейчас на нашем канале время новостей, из которых вы все узнаете о жизни города. А в студию Доброго Утро мы еще вернемся, чтобы продемонстрировать вам отвагу наших сотрудников, не боящихся ледяной воды. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok